А я хочу познакомить вас с еще одной удивительной женщиной, в которую невозможно не влюбиться. Изящная, позитивная, общительная, активная и коммуникабельная. И даже профессия у нее важная и сердечная. Встречаем кандидат медицинских наук, практикующий врач-кардиолог, стажист более чем 40-летним стажем работы, апитерапевт, автор научных публикаций и девиза по жизни для себя и для своих больных. Болеть это очень дорого. Встречаем Зорина Галина Александровна. Здравствуйте. Добрый вечер, Ирина Петровна. Добрый вечер всем. Галина Александровна, огромное вам спасибо за то, что вы откликнулись на нашу просьбу об участии в этой конференции. И я объясню с нашими слушателями. Эта хрупкая женщина два раза в неделю регулярно, ну я так понимаю с удовольствием, выезжает в командировки с выездными бригадами по Пермскому краю, где помогает, консультирует больных и тем, кому недоступно, но так необходима эта помощь. И порой вот эти командировки, они у вас занимают, как вы говорили, 6 часов только езды и 9 часов, собственно говоря, вот этой работы. То есть 15 часов в сутки вы заняты вот этой непосредственной работой. Где берете столько сил, энергии и позитивного мышления вот для этого? Вся энергия, весь позитив только в продуктах пчеловодства. Нету других средств, чтобы сохранить этот позитив и это здоровье и работоспособность. Вот прям вот так вот. И сегодня наши слушатели, конечно, ждут от вас практических советов, рекомендаций, как в первую очередь, как врача-радиолога, да, и самый главный, профессиональный вопрос. Действительно ли помолодели сердечно-сосудистые заболевания в обществе? И если это да, то почему? Конечно, не помолодели. Конечно, у нас очень много людей, которые, молодых людей, которые страдают такими проблемами, как инфаркт, инсульт в возрасте. Вот насколько я видела в своей практике, 27 лет, 27, даже были 22, даже было 18 лет, когда молодой человек перенес инфаркт. И я уже не говорю 30, 35, это у нас стандартно идет такое количество людей, людей в таком возрасте. Это, конечно, связано с тем, что у нас очень поменялась жизнь. Жизнь очень сложная, у людей копятся проблемы. Приходится работать очень интенсивно. Вот Елена Петровна, нельзя мне говорить, 15 часов работает, надо выложиться по полной. И люди работают точно так же. Требует, работодатель требует от своих подчиненных большой энергии, большой отдачи. Для этого он должен работать, а иногда и без перерыва, а иногда и без полноценного отдыха. И все это однозначно сказывается в первую очередь на повышение тонуса сосудов, на вторичное идет уже повышение артериального давления. Это все взаимосвязано между собой. Поэтому у людей в наше время, при этом в наше время сложное в том плане, что мы очень много сидим, у нас часто бывают стрессовые ситуации, практически сама работа, как стресс у человека на сегодняшний день. У нас очень несбалансированное питание, и отсюда у человека растет напряжение в течение рабочего дня. Он это напряжение иногда даже не может снять в ночные часы. Вот такая проблема. Вот это да, прям вот про сонный отдых, про слабление. Да, у нас это нарушено. Но я могу сказать, чем это связано, потому что мы не успеваем гулять. Я своим пациентам говорю, вы едете на автобусе, выйдите на 2-3 остановки, пройдитесь по улице, посмотрите на этот мир, остановитесь, посмотрите на солнце, посмотрите на птиц, посмотрите на деревья. Это все разгружает нервную систему. Это все те элементы, которые в принципе дают нам расслабление на весь, кстати, ваш рабочий день. Галина Александровна, а как вот простому человеку, то есть не медику, как мы с вами, распознать, что у тебя появились первые признаки нарушения кровообращения или проявления болезни? Ну, давайте так скажем. Иногда это очень трудно сразу на это обратить внимание, человек уже приходит с большими проблемами, трудно. Но это могут обратить ваши знакомые, ваши родственники, ваши дети или просто даже соседи иногда. Это проявляется в том, что первое, что у человека появляется, это раздражительность. А раздражительность купится от того, что у человека очень много проблем. Он не может разгрузить себя в течение трудового дня, в течение всей своей жизни иногда бывает. Эта раздражительность купится. На этом фоне люди, вот эту раздражительность, вот эту стрессовую ситуацию, они начинают заедать. То есть повышается масса тела. Они заедают ее. Причем они едят высококалорийную пищу. Они же не едят монашескую пищу, да, как я говорю, кашу там или еще что-то. Они едят что? К примеру, сырокопченый колбаса. Они едят фастфуды, они едят кто на что горастет, кто во что может удариться. А возможностей у нас сейчас очень много, кстати, в этом плане. И поэтому это приводит все к нарушению питания. Это приводит к увеличению массы тела. Это не решает проблемы. Это усугубляет проблемы. Увеличение массы тела будет приводить к одышке. Человек тоже не сразу может это увидеть. Увидят со стороны. Что ты пыхтишь, как паровоз? Частая причина бывает, когда люди говорят, Человек начинает вот тут вот, что-то у него ударяет в голову. И он понимает, что действительно он не справляется с нагрузкой. Потому что масса растет. Утром такой человек, естественно, встает разбитым. Большая масса, большой напряженный день, плохой напряженный сон. Он не высыпается. Иногда он вообще встает с больной головой, так скажем. И это все ведет к тому, что организм не отдыхает. Вот это все копится, а дальше сюда может присовокупиться нарушение перечисного окисления липидов. Стрессовая ситуация, а это болезнь неоднозначная. И болезнь сердечно-сосудистой системы. И это приводит к повышению давления. Иногда человек даже не чувствует, не понимает, что это повышение давления. Он мучается головной болью, он мучается этой тошнотой. Но он идет в аптеку и покупает анальгетики. Самое элементарное. И да, первое время, казалось бы, ему это помогает. Иногда даже бывает так, что он выпьет анальгетики. Головная боль-то проходит не от анальгетика, а от того, что он может на что-то отвлечься. Вот отвлечение, это, между прочим, тоже расслабление сосудов. Почему я говорю, что гулять-то надо? Вот передо мной коллега выступала, она ведь то же самое говорит. Это отвлечение от тех проблем, которые мучают человека. А это ведет к релаксации, это ведет к расслаблению. И головная боль, кстати, проходит. И вот сегодня мы с вами об этом уже проговаривали, да, вот то, что человек не может понять, что у него повышается артериальное давление, потому что он этого не чувствует. Совершенно верно. И даже не задумывается, что а надо бы пойти и померить. Иногда, вы знаете, как приходят в аптеку, им становится дурно. В аптеке что первое делать? Давайте вам давление померим. И там впервые могут сказать, что у вас давление поднимается. Вам надо на это обратить внимание. Ну и здесь тоже есть свои подводные камни. Есть. Аптека начинает предлагать свои препараты. Ну это да. Я к тому, что мы даже не умеем, вот в обычной жизни мы не умеем правильно мерить артериальное давление. Да, давление мы мерить точно не умеем. Давление вообще правильно измеряется трижды. Вот классически. Но у людей нет трижды возможности измерить давление. Оно измеряется хотя бы дважды с 30-секундным интервалом. Первое измерение у вас всегда будут цифры выше, чем все последующие. Это просто связано с тем, что у вас идет реакция организма на измерение давления. Тонус повышается, это приводит к отковременному повышению давления. Вторые измерения, они всегда будут ниже и все последующие по сравнению с первыми. Если это не истинное повышение, если это не гипертоническая болезнь. И вот бывает очень часто, это уже прямо из практики, такой классический пример. Вот человек увидел, да, у него повышается давление. Он говорит, ага, все, я переработал, у меня уже все, пора на отдых. И он берет две недели отпуска и уезжает. И что случается? И который тоже является стрессом. Отпуск тоже является стрессом для организма. Который двухнедельный. И человек, кстати, иногда приезжает из отпуска не отдохнувшим. Поэтому здесь надо менять что-то в своей жизни. Человек должен сам себе задать, что я могу поменять. Если у него случилась такая ситуация, например, как повышение артериального давления. Как поменять это все можно? Это все можно поменять. Вот опять-таки коллега тут выступала передо мной. Она вам это же и говорила. Просто добавляйте движения. Неважно, сколько это минут, но в системе. И вы сами получите свой результат. Особенно это касается молодых людей. И вот у нас уже первый вопрос. Вопросов очень много поступает на самом деле. Первый вопрос из чата у нас поступил. Как вам врачу, как кардиологу. Да, аксиома существует. Спорт это движение. То есть мы это уже поняли. Но движение укрепляет ли сердце и сосуды? Так ли это? Однозначно. Все это укрепляет. А есть ли еще кроме что-то, кроме спорта или какие-то меры профилактики для сосудистых нарушений? Конечно. Особенно вот в молодом возрасте. Конечно. То есть вы добавляете движения. Вы пересматриваете свой рацион питания. Вы пересматриваете свой сон. То есть сон все равно должен быть не менее 8 часов. Что вы хотите? Вы сами для себя должны определить время, когда вы уходите на сон. Пусть вы будете ложиться в 10 часов. Ничего страшного в этом нет. Но вы встанете в 5 часов полной силы и энергии, если вы считаете, что вы выспались. Вы можете встать в 6 часов. Вы еще дома что-то можете. Вы можете пойти в 6 утра гулять. Вот я иногда выхожу с собакой гулять, кстати, в 5 утра. Там люди уже делают зарядку. У нас есть такие люди молодые, причем не пожилые, а молодые люди. И я это понимаю. Потому что время очень ценно. Время то, чего у нас не хватает. Так делайте все вот так вот одновременно. И параллельно получайте от этого, кстати, удовольствие. Вы после такой получите заряд энергии на весь день. А вот смотрите, что мы сейчас чаще всего видим. То есть у нас в автобусе, ну вот то, что вы сказали, да, люди ходят, да, пожилые гуляют утром там. Но это ведь очень мало. Это единицы. Это правда, это единицы. Даже скандинавская такая модная сейчас тема. А вот по факту мы видим, да, вот молодежь едет в автобусе, и они все вот такие бледнолицые. Они никакие, то есть никого розового этого варианта. Совершенно верно. И сейчас еще духота такая, как бы в автобусе, и они все у нас так, в таком состоянии. В расслабленном. В расслабленном и падают вот в эти вот... Без пронусы жизни, я бы так сказать. Абсолютно, да. Вот, и мне как раз хотелось бы сейчас именно проговорить с вами об жаре. Вот сейчас многие регионы испытывают этот климатический феномен, да, климатический на себе именно. То есть это Петербург, это Москва, Урал, Сибирь. То есть везде вот идет такая вот аномальная стоит, аномальная жара. Естественно, сердечно-сосудистая система, она просто работает на пределе. Пациенты с болезнями сердцем, я думаю, сейчас это ваши основные пациенты, которые обращаются именно по этому поводу. Но ведь самое-то главное не то, что еще стоит жара, а то, что вот эти перепады температуры, они могут быть не только в течение недели, они могут в течение дня вот такие скачки быть. Естественно, очень тяжело такие люди переносят, дискомфортно, даже страхи у многих возникают. Вот как преодолеть это состояние, как облегчить вот жару? Вот сейчас я немножечко сделаю отступление. Вот адаптацию организма к различным нагрузкам, как раз-таки это вкладывается в три понятия. Это движение, это питание, это сон. Это все адаптирует организм к различным физическим нагрузкам, повышается толерантность к этим нагрузкам. Кто чаще всего страдает от жары? Те, которые нетренированы, молодые люди. У них дотренированные сосуды, когда их садишь на велосипед, они сразу же с разгона набирают такую частоту сердечных сокращений, что ты вынужден останавливать эту процедуру. Хотя мы еще не довели до максимума нагрузку, не добавили этих ват. Если такая ситуация случается, значит, тогда я вам советую брать с собой всегда чистую воду, особенно в жаркую погоду. Вы захотели пить, обязательно надо в это время пенять воду. Это немножечко вам станет легче. Вот смотрите, когда давление падает даже у нас, у наших пациентов, мы что делаем? Мы быстро начинаем стройно, под большим давлением вводить количество жидкости определенное. У вас она всегда с собой должна. Вы в жаркую погоду начинаете терять с потом много электролитов. Вы теряете много веществ. Как их восполнить? Так вот, здесь как раз-таки и приходят те продукты пчеловодства, которые у нас есть. Это как раз-таки тот продукт, который мне очень нравится, это осип, и это самое банальное прополис. Это все, что вам поможет. Вы можете это не пить в больших количествах, но добавить воду вы это можете всегда. Тогда вы получаете энергию и вы получаете те электролиты, которые вы теряете с потом. Галина Александровна, я сейчас просто вам в унисон добавлю, вот смотрите, зарубежная реакция человека на организм человека на жаркую погоду. Зарубежные ученые проводили специальные опыты, опыты это только скажу, чтобы определить наиболее высокую температуру, которую организм способен выдержать в сухом воздухе. Так вот, смотрите, 71 градус человек выдержит в течение одного часа, 82 градуса в течение 50 минут и так далее. И считается, что во время жары, особенно если ты работаешь, ну ты ведь вынужден работать в жаркую погоду, человек может терять с потом 8-12 литров в сутки. Естественно, это какое обезвоживание? И соответственно вопрос сразу же, а мы должны восполнить, вот вы говорите, обязательно с собой берите воду. Сколько мы должны и с какого расчета восполнить воды в организме? Но расчет воды, ваша потребность, суточная потребность воды ведется из расчета 30-40 мл на килограмм массы тела. Две трети объема вы пьете в первую половину дня, одну треть вы пьете во вторую половину дня. Это надо считать, вот понимаете, надо считать. Я иногда спрашиваю, сколько пьете, он говорит, я не знаю, может грамм 200, а может быть он и не 200 пьет. То есть, понимаете, какая тут надо считать. Вот я вам советую, мой практический совет, вы берете емкость, которую вы четко знаете, что это 200 мл или это 300 мл. Берете столько, сколько вам комфортно выпить за один прием. И вы вот количество этих вот миллилитров считаете, сколько вы чашечек выпили. Вы же можете посчитать, это же элементарно. Пожалуйста, считайте. Вы берете с собой бутылочку, она у вас 500 мл. Вы можете это все сложить? Конечно. Все можно. Нужно только ваше желание. Да, передозировки точно не будет. Не-не-не, я вам хочу сказать сразу, что многие опережают дальше вопрос, может быть у людей, что вот у меня отеки. Чистая вода нигде не задерживается, она выходит сразу же из организма и не вызывает никаких отеков. Конечно, если вы в чистую воду добавите поваренную соль, то, конечно, у вас будет задержка воды. Но этого вы тебе не сделаете, вы же не будете пить соленую воду. Согласитесь со мной. Вода дырочку найдет. Вы зря говорили, да? А вот еще вопрос. Если говорить о нагрузке и питьевом режиме, во время тренировки можно пить? Потому что не все знают правила. А вот давайте так скажем. Не то, что пить, а чтобы смочить полость рта, которая возникает во время тренировки. Вы же интенсивно работаете. Соответственно, возникает реакция организма, возникает сухость во рту, сухость слизистых вообще. Конечно, вы можете взять один глоток воды и утолить таким образом жажду. Вы можете таких подходов за время занятий сделать не один раз. В этом нет ничего. И организм это не почувствует, поверьте мне. Вода, между прочим, это гидроэлектростанция. Это энергия, которая вырабатывается. Она вам поможет выработать эту энергию. И еще вот один вопрос. Как бы вот уже, я думаю, прямо сейчас по теме у нас. Быстрая утомляемость 49 лет. Вроде бы хорошо высыпаюсь, ничего трудного не делаю, а уже с утра чувствую себя абсолютно уставшей. Есть какая-то программа для взбодриться, для жизненного тонуса? Есть, кстати, под холодный душ. Самое простое. Понимаете, все, что сохраняет наше здоровье, между прочим, оно все самое простое. И все бесплатно абсолютно. Вы можете сделать зарядку, вы можете принять воду, прохладный душ. Вы можете выпить стакан медовой воды. Можете выпить? Почему бы и нет? Почему бы и нет? Вы с ними тоже получите и те же электролиты, и те же питательные вещества. Пусть не в том количестве, в котором вы хотели бы получить. А вы знаете, в каком количестве вы хотите их получить? Я думаю, что нет. Я думаю, что вы даже не задумываетесь об этом. Вот еще один вопрос, но я перед этим вопросом хочу как бы некую ремарочку сделать. Знаю, что очень много времени уделяете работе с пациентами. И не всегда хватает выделенного вот этого времени для того, чтобы поговорить просто по душам, как бы говорить, выслушать его, дать свои какие-то практические рекомендации. Потому что все мы понимаем, что временные интервалы, есть стандарты, есть фармакологии, и вам нужно вот в этот временной интервал обязательно уложиться. Вот. И главное, сейчас все будет зависеть от поведения самого пациента, от отношения к данной болезни, да, то есть как он это примет или не примет, и от образа жизни. И вот смотрите, вот вопрос прямо вот сейчас в тему. Мужчина, 44 года, перенес инфаркт миокарда. Он спрашивает, как жить дальше? То есть для него, я считаю, что все, он себя считает списавшим человеком, я думаю, что у него там депрессняк и вообще остальное. Да, и все остальное. Ну, я хочу, что сказать, инфаркт, если он не смертельный, то надо жить. Пережил уже, все. Распишет. Да, дорогу одолеет только идущий, поверьте мне. То есть жизнь на этом не заканчивается. Вы начинаете, может быть, ее сноя, так скажем, да, второе рождение. Так что вы начинаете делать? Вы начинаете двигаться. Вы начинаете вести правильное питание. Вы уже задумываетесь. Вы уже осознанно это все делаете. Вот все, что невкусное, оно все правильное. Сразу говорю. Вот все, что вкусное, оно все неправильное. Поверьте мне. Поэтому жизнь, ведь мы едим с вами не для того, чтобы жить, а живем. Вернее, мы живем не для того, чтобы есть. Да, мы живем, чтобы, едим, чтобы жить. Жить-то должна быть по жизни, пища должна быть полноценной. Поэтому это все зависит от вас. Пересмотрите это все, и вы получите тоже результаты движения, питания, положительные эмоции, которые вы, кстати, можете взять, если вы просмотрите какие-то комедии. Не смотрите то, что давит вас, то, что негативно. И вы много этого негатива, но найдите через него позитив, через этот негатив. Посмотрите, я всем советую. Смотрите комедии. Самое лучшее. Вы отвлекаетесь, нервная система разгружается. Да, у кого-то, может быть, и смех будет какой-нибудь, это тоже хорошо. И это все будет разгружать ваше общее состояние и разгружать нервную систему и уменьшать эту депрессию. Ну и плюс продукты пчеловодства. Все, у меня вот других вариантов просто нет. Я просто не знаю из фармакологии, какие у нас есть препараты, которые бы подняли вам фон настроения и заставили вас жить. И жить по-другому, посмотреть на этот мир по-другому. Нет таких препаратов. Вы рассказывали сегодня очень интересный случай про свою пациентку, которая 90, по-моему, чем-то лет. 94 года. 94 года, да. Она вот, между прочим, пьет натощак воду, простую воду, и идет гулять. Если у нее давление, я вам хочу по давлению, если она встает, и давление у нее 150-160, после прогулки она приходит, у нее давление 140. Но гуляет она, послушайте меня, целый час. Вот понимаете, человек прост, а так она говорит, я иногда не могу ходить, но я как Мюнхгаузен тащу себя за волосы и иду, и говорю себе слово «надо». Надо, поверьте мне, никто, в каком бы он состоянии находился, человек, не хочет умирать. Понимаете, 94 года. Она не хочет умирать, она хочет жить. И поэтому она все это делает. А на ночь она пьет стакан воды с одной столовой ложкой меда. И у нее улучшился, кстати, сон. Мед очень хорошо улучшает сон. А у нас все, вот мы только что с вами говорили, что жизнь очень напряженная. Причем независимо от возраста. У пожилых она тоже напряженная. Хотя, казалось бы, они уже и не работают, и таких нагрузок не несут. Но у них другие проблемы. Надо купить лекарства. Надо как-то выжить, заплатить за коммуналку. Купить те же скандинавские палки. Это все для них, для их возраста. Это уже большая проблема, которая вот так вот накручивается. Да, еще сегодня, вот говоря про выкупить лекарства, еще вот есть один момент, который прям, ну вот меня влюбил вас окончательно. Это альтернативный вариант договориться с собой, да, со своим здоровьем. То есть, если больной не хочет тратить деньги на лекарства, потратить на продукты пчеловодства. Совершенно верно. Для этого будет только... Большая польза. Да. И вот здесь хотела бы сразу же вот такой вопрос. Вот сегодня мы тоже уже с Верой Георгиевной это отозвучивали, момент, да. Кардиологическая корзина стоит 6 тысяч рублей. Если плюс еще аритмия, это еще плюс 4, то есть уже 10 тысяч рублей, да. Если это артериальная гипертензия, это 2-2,5 тысяч рублей вместе. То есть, еще раз скажу, болеть это дорого. То есть, да, это ваш телес. Очень дорого, друзья мои. Это ведь, понимаете, не только физически теряешь какие-то силы. Ты морально теряешь это все. Поэтому и аморально оно не восстанавливается очень быстро. И не из чего... Вот с чего мы можем восстановить моральные силы? С чего мы можем взять вот эту вот... Ту энергию, тот позитив, а не из чего его брать? Мы с вами нормализуем давление, но мы будем жить страх, что... Как у меня мужчины? А что если я там за повороту встречу черную кошку? Будет гипертонический кризис. И такое бывает. Люди, вот, понимаете, чудаки, иногда даже над этим. Я вот над этим как-то не комплексую. А есть такие, которые так и не знают, что там за поворотом. Вот чтобы, ребята, вы не думали об этом, что там за поворотом. Я вам сразу говорю. Это вот ваш стресс. Это, по сути дела, начинающаяся депрессия такая. Страх жизни. Так не бойтесь жить. Если вы хотите сэкономить, то экономьте правильно. То есть, вы добавляете движение, добавляете полноценное питание, и к этому добавляете продукты пчеловодства. Всё, на что вы можете себе позволить на сегодняшний день. Потом вы это будете всё расширять. Полноценный сон. И тогда вы, простите, через какое-то время, причём через короткое время, вы поймёте, что вы со всем справляетесь, что толерантность увеличивается к нагрузкам, что вы можете уже делать то, чего вы вчера не могли делать. Вот это что такое. А у вас есть любимые продукты пчеловодства, которые, ну, апифитопродукты, которые… Ой, у меня не все любимые. Ну, всё равно есть какие-то прям такое вот… Не могу сказать даже. Даже нет. Вот у меня не все, понимаете. Одно дополняет другое. Вот в чём ещё фишка пчёлопродуктов? Если мы говорим вам лекарство, вот вы пьёте только это и больше ничего, то пчёлопродуктов такого нет. Вы можете в этот месяц попить обножку. Следующий попить, допустим, формулу РА, да, пчелиную огнёвку, да, следующий месяц вы можете попить маточное молот. Вы выбираете сами. Вы можете всё в комплексе это делать. Вы берёте в комплексе, поверьте вам, это на очень многое время хватит, на долгое время, потому что в раз вы всё это не съедите, но уже появляется система. Утром вы выпили обножку, в обед вы выпили формулу РА, вечером вы выпили, допустим, прополис, мёд, мёдовые композиции какие-то. И это у вас всё увеличивает по времени, то есть вам хватает, это будет надолго вот всего этого. Но получите вы максимум от этого. Я вам даже больше скажу, я когда начинаю нервничать, я вообще всё подряд начинаю есть. Потому что вот своим бабушкам говорю, пейте валерьяну с пустырником, а я-то вот не хочу этого делать. Но меня люди иногда не слышат просто-напросто. И люди ещё удивительное существо. Они ведь как, они годами копят, живот растят, отёки растят, давление растят, но поправиться все хотят в одночасье. Одну таблеточку желательно, и всё, завтра. Нет такого. Вообще здоровье – это бесконечная работа над собой. Бесконечная работа. И если что-то у вас случается, должен быть всегда анализ. Или предотвратить. Как это предотвратить в следующий раз? Что надо поменять в своей жизни? И у вас всегда есть к этому решение. Я так считаю. Абсолютно верно. Но и вот уже в заключении я хотела бы сказать, вот если наши слушатели, может быть, сегодняшней конференции думают, что да, продукты пчеловодства – это очень дорого, и это продукция компании «Тенторио», то вот для них просто несколько цифр. Смотрите, данные Минздрава 2019 года. Стоимость лечения больного, инфаркта миокарда – от 53 тысяч, и ишемической болезни сердца – от 40 тысяч, артериальной гипертензии – от 25 тысяч. То есть делайте выбор сами. То есть у вас есть альтернатива. И резюмируя сегодняшний наш итог вот этой всей встречи, да, как бы я хотела бы выделить три основные пункта, на которые нужно обратить внимание. Итак, первое. Для сердца и сосудов необходимо движение, питание и полноценный сон, то есть расслабление. Ранние процессы старения возникают при снижении двигательной активности. Конечно. И продукты пчеловодства меняют ваш настрой и меняют психику в позитивном отношении. Они направлены на полноценную жизнь без депрессии и без болезней. Совершенно верно. Согласна абсолютно. Галина Александровна, мне остаётся только признаться ещё раз вам в любви. И я вам скажу, что ещё по телефону я буквально влюбилась в вас, в вашу искренность, в вашу честность, в вашу любовь по отношению к продуктам пчеловодства. Спасибо вам за этот урок, который вы нам сегодня преподали. Пожалуйста. За тот опыт, который вы так щедро поделились с нашими пациентами и слушателями. С вами очень можно долго дискутировать, да, но, к сожалению, мы уже вышли из тайминга. Поэтому я хочу вас также поздравить с профессиональным праздником, с Днём медицинского работника. Пожелать вам крепкого здоровья, бодрости, активного долголетия на долгие годы. Оставайтесь для нас примером, что и в 50, и в 60 лет можно жить здорово и полноценно и радостно. Жизнь не останавливается. И от компании вам подбар. Спасибо большое. Спасибо большое. Галина Александровна, большое вам спасибо за такую ценную информацию. Я присоединяюсь к словам благодарности Ирины, потому что, вы знаете, вот прямо ощущается ваша репетика, ваша доброта, ваша искренность. Пожелаем всем крепкого здоровья, а вам огромное спасибо. Спасибо большое. Я тоже всем желаю крепкого здоровья. Спасибо. Здоровья и полноты жизни. Поверьте, жизнь очень короткая. Сохраните её, пожалуйста, как можно надольше. Продолжение следует...